Гимс для водного транспорта, как ГАИ для автомобилистов. Только их шоссе – водная гладь. Эти бойцы знают реку, как свои пять пальцев, умело маневрируют по березине. Признаются, глаз наметан, не укроется ни один нарушитель. С начала навигации на Бобруйском участке мы осуществили порядка 25 рейдов. Выявлено около 40 правонарушений. Несколько из них достаточно серьезные. Это злоупотребление алкоголем и нахождение на воде. За такое зачастую лишают права управления судами. Проверки проводят трижды в неделю. В рейд выходят по два человека – инспектор ГИМС и инструктор-спасатель. Оценивают обстановку, находят владельцев лодок, проверяют документы. Пожилого бобруйчанина поймали с поличным. Отправился за ягодами на другой берег без экипировки. Почему без жилета рыбачите? Ну вот, поездка в лес и как-то не пришлось. Ну, некуда положить жилет. Оставить его на берегу – это что выкинуть. Нарушители вынесли устное предупреждение. Инспекторы добавили, если словят повторно, выпишут штраф в три базовых. У двух следующих владельцев надувных лодок нарушения не выявили. К тому же оба рыбака были в жилетах. В случае, если лодка перевернется, это позволит как минимум всем людям, которые находились в лодке, остаться на плаву. То есть на любой глубине. То есть они могут позвать на помощь. И уже время, если человек просто был бы без жилета, он бы совершенно там, считанные секунды человек мог бы просто утонуть. На Бавруйском участке свыше 5000 маломерных судов. Пополнить ряды водомоторников просто. Доброволец должен быть совершеннолетним и с отсутствием противопоказаний. Управлению судом обучат в госинспекции по маломерным судам. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.